На 87-м году жизни умер протеерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино Владимир Ганин. В этот день десятки людей пришли проводить его в последний путь. Божественную литургию и чин отпевания возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Добрый, внимательный и душевный – таким был при жизни отец Владимир, как рассказывают о нём прихожане. В скорбный день для всех, кто его знал. О таких собралось немало. Говорили много добрых слов о его жизни и о том, насколько сложно с ним прощаться. Мы его все очень любили и почитали. Ведь он более 50 лет связан с этим святым храмом, своим истовым служением. Он много лет был духовником Московской епархии и моим личным духовником. И всё его служение проходило свято и непорочно. Владимир Ганин ушёл из жизни 12 января. В воскресенье 14-го прошло отпевание. Состоялось оно в том же храме, служению в котором он отдал более полувека. За такое долгое время он воспитал и привил любовь к вере не одному поколению людей, которые обращались к нему со своими горестными и счастливыми событиями. Отца Владимира с детства знаю, он крестил меня в своё время, венчал моих родителей. Такой благообразный батюшка, которому при многих жителей нашего города благодарны. Вечная память отцу Владимиру. Господь, я думаю, что его приготовил для него место в район. Проститься и выразить свои соболезнования пришёл и глава округа Владимир Ружицкий, а также те, кто знали духовника лично. На самом деле осиротел весь Люберецкий район и вообще, не знаю, Московская область, потому что батюшка за такое количество людей молился, под конец он просто изнемог уже от этого, ему было уже очень тяжело. Приходилось всяких сложных ситуаций, бывать там по инстанциям где-то. И вот батюшкино имя открывало любые двери, и все говорили, вот если бы все были как батюшка Владимир, вообще не было бы неверующих. Похоронили протеерея Владимира Ганина на кладбище рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.